Едем проселочными дорогами. Вот он, знак, Петровская. А это, как понимаю, дорога старова от Славенска. Мы едем со стороны Темрюка. Прямо 11 километров. Пейзажи привычные для степной местности. Вокруг одни поля-поля и лесонасаждения рядом с дорогой. А так деревьев почти нету. Одни поля. Мы въезжаем в Петровскую. Стелла нас такая встречает на въезде. И огромное количество теплиц, где что-то выращивают. В самой станице проживает порядка 14 тысяч человек. Ну, такая среднего размера станица в Славенском районе. Здесь, видимо, занимаются люди сельским хозяйством. Потому что вокруг очень большие поля. Много сельхозугодий. Держитесь крылья. Прямо 1-2 километра. Все стоит в воде. Ну, мы почти уже доехали до нашего места назначения. До того дома, куда нас позвали в гости. Друзья, я предлагаю вам совершить вместе со мной небольшую прогулку по станице Петровской. Сама станица Петровская находится в Славенском районе Краснодарского края. До города Славенской на Кубани всего лишь 26 километров, а до Краснодара 110 километров. Сама станица находится в отдалении от морей, но при желании можно доехать и до Азовского, и до Черного моря. Ближайший пляж на Азовском море находится в 56 километрах. Это село Очуево, также Славенский район, либо до Голубицкой, Темрюкского района, это 91 километра. Либо, если вы хотите побывать на Черном море, то можно доехать до Анапы, а до нее 110 километров. Через всю станицу протекает сразу несколько ериков. Для тех, кто не знает, ерик это такая узкая протока, которая соединяет разные водоемы между собой. Например, ерик может быть между морем и лиманом. Очень интересно, что я вот здесь увидела, что у многих жителей огороды упираются в каналы, наполненные водой. Люди делают мостики через эти каналы и могут, например, тут же порыбачить. Друзья, я хочу напомнить, чтобы вы не забывали ставить лайки под это видео, писать комментарии, подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Это очень важно. Для вас это абсолютно не сложно, а мне очень приятно. Это вот прям самый центр, да? Нет. Нет? Еще нет. Можно доехать, можно доехать. Прогуляемся немножко по станице, нам покажут, где здесь и что находится. Станица такая большая, и тут много магазинов. В общем, все есть необходимое. Идем сейчас до школы. Дом, музей искусств, детский, детская школа искусств. Сейчас нельзя делать детскую школу, да? Если только сами родители не согласятся. А так вот это раньше было. Такое коричневое здание. Это спецшкола для детей с уклонениями. С пониженными возможностями. Дальше вот где белые здания с фиолетовым. Это детский центр детского творчества, детского развития. Там были целая куча разных кружков. И сейчас есть там. Ты что захочешь? Это, в принципе, наш центр. Можно пойти по каналам, посмотреть. Давайте. А здесь вообще речка какая-то есть? Да, вот сейчас. Канал, да? Да. Здесь, в принципе, раскладаться. Основные магазины, школы. Фонтан. Раньше был очень красивый фонтан. Но его такая была, да, большая чаша, красивая, как ракушка. И девочки уселись в эту ракушку, чтобы сфотографироваться. И чаша не выдержала. И нам поставили просто камень. Сейчас он, кстати, вообще даже не работает. Вот, кстати, сейчас не цветут, а вообще цвели розовый лотос. Вот здесь, кстати, воды-то и не много. Здесь раньше был рынок, и мои родители здесь поставили на рынке, ну и, в принципе, очень много всех было. Потом открыли эти павильоны, рынок запретили, сказали, теперь будет только в павильонах. Теперь все себе пооткрывали магазины, и павильоны стоят пустые. Работает только первый ряд, а все остальное пустое. КОНЕЦ Много-то фамилий здесь? КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Пока-пока!